На территории Российской Федерации начал реализацию проект «Патриотическое воспитание граждан». В течение прошедшего учебного года в школах Великого Устюга и района реализовались данные инициативы. В нескольких учебных заведениях была внедрена новая должность. Советник директора по воспитательной работе. И уже сейчас можно подвести некоторые итоги данных изменений. С вами программа «Акцент» и я, ведущая Наталья Ивашевская. Всего в 10 пилотных регионах Российской Федерации в школу пришли более 2200 специалистов для организации работы по воспитанию в современном формате. Опыт введения должности советника в школах признан удачным, поэтому сейчас принято решение добавить в проект еще 35 российских регионов, где с нового учебного года в школах появится такой специалист. В Великого Устюгском районе в 9 школах для реализации данного проекта были введены ставки советника директора по воспитательной работе и по работе с общественными объединениями. На протяжении всего учебного года был разработан специальный план, по которому данные советники совместно с педагогами-организаторами, заучами по воспитательной работе, социальными педагогами, целым штабом по воспитательной работе, который создан также в каждой школе, реализовывали этот план, вовлекали детей в различные мероприятия, в общественные объединения. И мы сейчас уже делаем определенные выводы. Мы считаем, что проект реализовывался очень успешно. Многие ребята познакомились с такими формами досуговой деятельности, которые раньше они не знали. И они настолько заинтересовались, что стали из трудных подростков, многие превратились в активистов. И благодаря тому, что этот проект реализовывался очень успешно, в ближайший учебный год, то есть 1 сентября, еще в нескольких школах будут введены такие должности, и работа будет таким же образом организована и в следующем учебном году. В школе номер один эту должность занимает Светлана Осколкова. Более 7 лет она работает социальным педагогом. Опыт у девушки большой, самое главное – есть желание учиться и развиваться в области воспитания детей. Чтобы стать советником, нужно было пройти специальный конкурсный отбор, затем очно-заочный курс подготовки по воспитательной деятельности в школе. С советником я приступила на работу с сентября месяца. Чем мне понравилась работа с советником, это то, что дети становятся более открытыми к тебе и ты к детям. Ты не заставляешь детей принимать участие ни в каких акциях, ни в каких мероприятиях. Дети сами горят желанием, они бегут, потому что они видят результат других детей, что они получают поддержку на уровне федерации, муниципальную поддержку, региональную. Дети принимают участие в разных форумах, то, что им дает развить свои более творческие какие-то способности. Дети это видят и стремятся быть похожими на других детей, поэтому они подходят. А что нам сделать, чтобы поучаствовать здесь? Помогите нам принять участие здесь. Конечно же, я все время помогаю детям, наталкиваю их, говорю, давайте попробуем, если здесь не получится, попробуем в другом, принять участие. Я вот с своей стороны, вот что я увидела изменения, я сама стала больше как-то общаться с разными возрастами детьми. Мне стало с ними интереснее как-то общаться. Просто раньше мы не задевали такие как бы там и не личные качества детей. Просто вот у нас стоит мероприятие, да, мы должны организовать, мы должны детям помочь. А здесь мы как бы становимся их друзьями. Они идут нам, советуются с нами о своих бедах, переживаниях, все уходят, делятся с нами. Подключаем к нашим мероприятиям родители, что сейчас вот самое прямо основное, чтобы родители включались тоже в воспитательный процесс. Планируем на следующий год, хотим организовать слет вместе, дети и плюс родители. В школе номер два с кадетскими классами советником директора по воспитательной работе трудится Татьяна Удачина, педагог с огромным стажем. Татьяна Витальевна много лет занимается с детьми и за последние годы замечает, что подход к ученикам довольно изменился. Образовательный процесс строится на сотрудничестве. В Центре воспитания – личность школьника, развитие его творческих способностей, формирование ценностей на основе русских национальных и культурных традиций. Самое главное, что сейчас делается упор на инициативу детей. Мы, как педагоги, должны идти от интересов ребенка, что ему нравится, что его привлекает, и направить эти интересы в нужное русло. Мы же все-таки старший возраст нам позволяет правильно оценить ситуацию, и для этого необходимы новые подходы. Моя задача, как советника, сделать так, чтобы дети сами не только инициативу проявляли, но и реализовывали эти инициативы. И таких инициатив у нас, кроме стрит-арта и кроме открытого микрофона, есть еще два или три направления. Это технический кружок, радиокружок, который ведет знаменитый наш Егор Деревестников, и медицинский кружок, который тоже взят под опеку Дмитрия Тарасова. Это учащиеся 10 класса. Важно, чтобы увлеченные каким-то делом ребята могли бы передавать свой опыт и свои компетенции другим детям, обучать их и привлекать в детское объединение. Вот это для меня была такая степенная задача. Я думаю, что мы ее будем продолжать и в следующем году. Инициатива детей нам важна, потому что они учатся социализации еще в стенах школы. Активно развивается и Российское движение школьников, или коротко – РДШ. Его деятельность направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Основная цель Российского движения школьников – это совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности ребенка на основе тех ценностей, которые пропагандируются в нашем обществе. Целью Российского движения школьников – это и личностное развитие, и гражданская активность ребенка, и военно-патриотическое воспитание, и информационно-медийное направление. То есть каждый ребенок в одном из этих направлений вполне может найти себя. Организация Российского движения школьников необходима, чтобы дети и подростки знали и чтили историю страны и родного края, были патриотами, принимали участие в различных мероприятиях, умели работать в коллективе и развивали лидерские качества. Многое взято из пионерской организации, из комсомольской организации, как опыт положительный, тот, который приносил эффективную работу. И вот столетие пионерии, которое мы сейчас отмечали в мае, показало, что да, не забыто ничего и предлагается как удачные, эффективные формы работы с подрастающей молодежью. В рамках Российского движения школьников проходит много мероприятий и инициатив, в том числе спортивные фестивали, творческие мастерские, Лига вожатых, школьное радио и многое другое. В новом учебном году планируется еще больше событий и фестивалей. Все самое интересное впереди. Это была программа «Акцент». Увидимся с вами ровно через неделю. Продолжение следует...